привет всем хорошим людям здравствуйте дорогие друзья получается так вот по времени что опять пишу вам ночной стрим чтоб завтра в субботу вы могли посмотреть знаете после вчерашнего ночного эфира грустного эта война хочется на выходные вам записать что-то доброе веселое но при этом все равно вы понимаете если я делаю обзор нескольких видео которые пропустил на этой неделе обязательно там будет где-то такое немножко жесткое видео но я постараюсь сделать мягкое потому что я давно с вами не мучил пропагандонов в особенности пропагандонов лукашенко вы знаете какая у меня огромная нежная и ласковая любовь к самому главному великому пропагандисту лукашенко человеку который имеет орден мужества человек который практически в рукопашном бою спас свой собственный язык отбился потом правда признался что это был актер но лукашенко сказал что он герой он герой с актерами он драться умеет конечно как вы наверное догадались речь идет о мужественном холостяки белорусской пропаганды гордости лукашенко гриши знаете гриша дал за последние полгода несколько интервью я вам честно скажу я некоторые даже посмотрел очень много было вопросов почему молодой красивый обаятельный пропагандист который так любит советский союз так любит правильные ценности до сих пор не имеет семью почему от него шарахаются девчонки у него ответа на это нету и тут неожиданно ответ пришел его неразделенной любви все-таки гришу сдали ну наверное для него это было шикарно я понимаю многие это видео уже видели потому что ему несколько дней основная часть я уверен не видела поэтому давайте начнем с григория и то какое видео ему посвятили мы находимся на варшавском прайде и к сожалению гриша озаренок не смог сегодня присоединиться к нам но он все равно с нами в наших сердцах гриш мы тебя любим помню так вот друзья представляете я считаю что это высший троллинг космического уровня просто бомба и где-то взгрустнул гриша наверно потому что ему хотелось туда попасть он не смог он бы там зацеловал бы всех но на него очень сильно подействовал это видео потому что буквально через несколько дней вы не представляете на какую страну он начал молиться и все-таки какую страну он хочет сделать великой не беларусь потому что для него это же уже все-таки губерния россии он же ни разу красовскому не ответил про шесть губерний язык спрятал ну куда понятно ответить пропагандоном российской федерации он не может что беларуси нет а это все губернии российской федерации он решил все таки валить и валить далеко посмотрите взяв мегафон выйдя в городе минске набравшись смелости что гриша начал кричать вот так вот друзья увидев такое видео гриша понял где его ждут пришел к посольству соединенных штатов америки в минске взял мегафон и кричал great america дайте мне визу я хочу туда уехать восстанавливать америку возвращать ее процветание лупить всех на свете но я ее сделаю пять великой только дайте мне визу вот они еще вообще там в начале своего митинга начали рассказывать что мы как наш президент лука хотим поздравить с днем независимости америку потому что россия отказалась между путиным и байденом пробежали черные кошки а наш лукашенко нет америка с днем независимости поэтому мы тут все прибежали поздравлять мышь не то что эрефия какая то ну вот так вот наверное дадут грише визу полетит он в вашингтон к белому дому брать интервью бедных несчастных американцев и говорит что ведите меня в президенты знаете я вам хочу никогда не было у меня рекламных пауз удивить вас одной рекламной паузы вы наверное все привыкли за два года что я беру интервью очень много людей вы мне предложили о многих людей зову после того как увижу их на пропагандистских каналах лукашенко если они его там сильно ругают этого человека уничтожают условно говоря значит это очень хороший человек надо с ним обязательно познакомиться и показать его белорусской публике с другой стороны ну какой-то обычный нормальный белорус который хочет видеть свою страну свободно и чтоб не было там диктатуры 28 лет по моему очень очень даже перебор так вот следующее видео государственный телеканал лукашенко с какой-то еще одной пропагандистской рекламируют нам следующего нашего человека который будет уже завтра в воскресенье у нас на интервью поэтому считайте это как рекламная пауза следующего нашего собеседника вы вопросы к нему можете оставить в комментариях а даже создали свою прислужбу лицом определили шабор это позывной станкевич или брелевская кристина владимировна 97 года рождения вот так друзья доброволец полка калиновского позывной чабор я когда-то спрашивал вас что это значит за слово теперь я уже знаю не только это слово мы с вами понедельник познакомимся с этим прекрасным молодым человеком из полка калиновского вопросы в комментариях знаете следующее видео достаточно сложное это то вот как пересеклось на самом деле два разных мира и вот эта война это два разных мировоззрения вы наверное часто видели у нас есть в украине блогер которому дали возможность просто общаться с пленными русскими солдатами обычными молодыми ну понятно там не все необычные его туда не пустят какие-то там наверно руководители большие которые идут на обмен и тому подобное солдатиками он общается и вот у него был буквально день-два назад один очень интересный разговор я хочу чтобы вы увидели уровень отношения мамы к своему сыну пленному вообще ее взгляд на нас всех на украину на беларусь на молдову на страны балтии для чего им эта война зачем они ее ведут и для них дети это пыль я еще нарожаю ну посмотрите это надо видеть это можно даже поделиться потом с друзьями пусть видят вообще что у людей с мозгами нам знаешь что а правда ты нихуя не с нашей стороны правда нихера не с нашей стороны далеко не с нашей то есть то есть я так понял что вы не считаете украину независимым отдельным государством я правильно понимаю по идее нет а все но это хотя бы честная позиция все я понял я хочу спросить если бы ваш сын погиб за все успокойся я просто думал что ваша родина в россии у вас дома в украине это в общем то не ваша родина вы считаете что в украине ваша родина друзья я думаю все достаточно взрослые люди хорошие люди с мозгами поэтому тут особо комментировать нечего я вам хочу после сложных видео поставить два веселых ну как относительно веселых для кого-то может это грустные но они достаточно интересны это знаете сначала говорили у нас оказывается в россии даже гвоздей нету потом у нас не производится ничего для уборки свеклы что мы будем делать с урожаем ну тут лука обещал помочь но эти же проблемы сыпятся везде они только сейчас обнаруживают что нефть газ есть а вот дальше 20 лет все-таки строили дворцы покупали яхты а больше ничего нет смотрите флагман российского но не банка строения банковской системы сбербанк поехали чипов стало мало стоит стало дорого соответственно наши коллеги из центра эмиссии придумали решение близко к гениальному реимплантации чипов банковских карт мы начали выковыривать чипы из карточек вставлять их в новые карты знаете можно сказать что так можно было выковыривать это видео у меня набрало огромное количество комментариев там кто-то писал что для картеров это счастье наверное что-то знают что можно потом эти карточки по второму кругу ломать вот гордость вот такая гордость выковыриваем карточки из старых кредитных карточек и вставляем в новые и пишем мир или какие там карточки по моему шмир называется да union page же китайский отказался обслуживать граждан графе и но они этого хотели учить и весь мир это наш следующее видео тоже вызвало огромное количество комментариев я его подписал как импортозамещение мин в телеграме написали александр зачем ты так делаешь это видео до войны не после 24 февраля но что я говорю друзья импортозамещение российской федерации если вы помните уже идет восемь лет поэтому то что это видео 21 года это подчеркивает ускоренный процесс импортозамещение посмотрите вот чего не достигли к 21 году сейчас конечно будет может быть легче в тот продукт импортозамещение но я хочу чтобы вы это увидели так ребята смотрите купили сегодня сметана молоколамск смотрим на крышку хуяк йогурт блять так смотрим дальше блять сыр сука плавленый блять к бош и в чё это мы купили блять хочешь сука сметана блять хочешь йогурт а хочешь сыр плавленый блять все как по-русски блять ну в украину едут новые химарсы надеюсь приедут дальнобойные которые будут добить не только на 80 километров она 300 наши солдаты дистанционно начнут выгонять с оккупированных территорий фашистских фашистов как мы всегда говорим если вы досмотрели до этого момента значит мы с нами на одной волне подписывайтесь и таких на одной волне вы увидите по комментариям тут уже 100000 чуть-чуть осталось и будет 100000 лозунг нашего канала слава украине живи беларусь лга казахстан и самое главное хороших людей больше всем хороших выходных а если есть вопросы к чабор оставлять